Всем привет, друзья! На связи с канал за нами уже выехали. Обязательно в следующем выпуске разберем вопрос ограничения скорости на Альфа-Араби в Алматы. Напомню, там с сегодняшнего дня можно ездить только 60 км в час, хотя еще полтора года назад власти напротив обещали окольцевать южную столицу скоростным коридором, но их планы почему-то резко изменились. Но пока у нас будет другая тема. Несколько недель во Франции с разной интенсивностью продолжаются массовые беспорядки, которые во всем мире уже получили название «Движение желтых жилетов». Этот отличительный для митингующих знак «желтые жилеты» власти Франции обязали возить в машине всех автомобилистов еще в 2008 году. Изначально митингующие протестовали против повышения цен на бензин и дизель, а сейчас тот самый социальный взрыв уже трансформировался в нейтром смысле в политический, с требованием подставки президента страны Мануэля Макрона. Чтобы у казахстанских властей не было основания посадить нас на срок от 4 до 10 лет за призывы к массовым беспорядкам, мы подчеркнем, что данный ролик носит исключительно ознакомительный, если позволите, теоретический характер. Мы просто со своей колокольной анализируем ситуацию во Франции, в стране в одном из «столпов» загнивающего в кавычках запада и сравниваем, как на аналогичные антисоциальные изменения реагирует Казахстан. В общем, поехали. Сейчас информация для тех представителей бизнеса, у которых есть свой автопарк или в принципе род деятельности предполагает грузовые перевозки. Эти люди знают, как непросто контролировать собственных водителей на предмет махинации с топливом и «левых» рейсов. Также сложно бывает узнать, нарушали ли водители технику безопасности или регламент эксплуатации техники. В итоге весь этот недосмотр может вылиться для бизнесменов в крупную сумму денег. Чтобы от этого застраховаться, мы знакомим вас с компанией «Флитбук». Эти парни работают на рынке Казахстана уже больше 10 лет. У них вы можете приобрести самые разнообразные GPS-системы контроля за транспортом. Они не только приедут в любую точку Казахстана, установят все оборудование и научат им пользоваться, но и возьмут на себя контроль за его исправностью. Ведь важно не только установить, но и проследить, чтобы все точно работало. Вообще, если вы сомневаетесь, нужны ли вам такие системы, зайдите на YouTube-канал «Флитбук». Они заморочились и записали целую серию видео, где все рассказывают и показывают. И мне не жалко делиться полезной инфой. В общем, всем, кому GPS-мониторинг может быть полезен, а какая не рекомендуем, все ссылки оставим в описании. Контролируйте работу и экономьте деньги своего бизнеса. А теперь вернемся к теме. Начало движения желтых жилетов связывают с онлайн-петицией одной из автомобилисток против повышения цен на топливо, который она запустила еще в мае прошлого года, однако резонанс она получила только в октябре после публикации в одной из местных газет. Петиция быстро стала вирусной и к ноябрю число ее подписавших перевалило за миллион человек. Уже тогда можно было отметить отличительную черту этого движения. Оно не было инициировано профсоюзами, а зародилось стихийно в социальных сетях. Собственно, в первую очередь там же в дальнейшем и координировалось. Подогрело настроение французов и видео одного из трактористов, который пригласил Макрона в гости, оценить все прелести условий труда сельхозработника, которые, разумеется, остановились только хуже с учетом повышения цен на дизель. Об этих ценах еще поговорим ниже, это важно. Первое появление протестантов в желтых жилетах офлайн произошло 9 ноября, когда группа активистов пыталась прорваться на одном из мероприятий к Макрону, но была задержана служба безопасности президента. Потом акции стали набирать силу, как снежный ком по всей Франции с эпицентром в Париже. Протестантами блокировались улицы, переворачивались и поджигались машины, в общем, акции из-за условно мирных протестов перетекли в беспорядки. Их результатом стали столкновения с полицией и армией, массовые задержания, куча раненых и несколько погибших. И, кстати, да, акции не закончились даже после того, как власти объявили об отмене повышения цен на топливо и объявили полугодовой мораторий на изменение цен в сторону увеличения. Вдогонку Макрон еще поднял на 100 евро минимальную зародную плату во Франции и объявил еще о ряде приятных плюшек. На 19 января уже этого года запланирована уже десятая по счету волна протестов от желтых жилетов. Не исключено, что политический окрас акции приобрели после того, как еще 14 ноября Макрон заявил, что французы, безусловно, имеют право протестовать. Это и гражданское право. Но эти акции никак не повлияют на экономические реформы властей. Собственно, таким образом он мог разозлить сотни тысяч французов, которые выходили изначально против повышения цен на топливо. Но раз им сказали, что их протесты бессмысленные, они добились того, чтобы их услышали. А теперь уже, похоже, будут идти до конца, пока Макрон не уйдет в отставку. Ну и, кстати, да, о теориях заговора, безусловно, нужно поговорить. После того, как движение желтых жилетов прибрело массовый характер, французские власти объявили о начале расследования по участию России в организации этих беспорядков. Якобы была куча аккаунтов из России, что пытались влиять на настроение митингующих. Не беремся, лезь в эти дебри западно-российских разборок, ведь разобраться, что есть правда, что вымысел в таких обвинениях невозможно. Но даже если и был в этом движении российский след, и если это была спланированная провокация, то очевидно, что она давно вышла из-под контроля российских властей. Это становится понятным, если читать российские СМИ. Но как раз все направлено на то, что подобная акция – это вредная практика, которая может порушить всю экономику Евросоюза. Ну и сам Путин тоже по этому поводу высказывался. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Ладно, тоже серьезное отклонение от темы. Хочется вернуться к базовым настройкам, а именно к тому, с чего все начиналось. За 2018 год дизель во Франции подорожал на 23%, а бензин на 15%. В 2019 году также было запланировано повышение. Чтобы вы примерно представляли себе ситуацию, то на момент подготовки этого ролика 98-й бензин во Франции стоил в районе 618 тенге за литр, а дизель – 604 тенге за литр. Дорого, не правда ли? Особенно в сравнении с нашими ценами. Сегодня литр 98-го у нас стоит в районе 212 тенге, а за литр дизеля нужно будет отдать что-то в районе 188 тенге. Кстати, на пару тенге дешевле, чем это было несколько недель назад. Можно было бы действительно порадоваться за себя и посочувствовать французам, если не приводить один очень характерный, пусть и слегка банальный факт сравнения. Минимальная заработная плата во Франции после всех этих событий была повышена почти до 1500 евро, тогда как в Казахстане нас сейчас равняется 42 500 тенге или почти 98 евро. Еще раз, топливо у нас дешевле чуть более чем в 3 раза, а вот минимальная заработная плата меньше в 15 раз. И мы даже тут не пытаемся сравнивать качество дизельного топлива или бензина в целом во Франции и в Казахстане. И без этого контраст очень характерный. Ну и да, нужно снова привести хронологию подорожания цен на топливо за 2018 год в Казахстане. Если в 2017 году бензин подорожал на 17%, то в прошлом году его стоимость фактически не изменилась, даже стал на 3-4 тенге дешевле. А вот дизель за 2018 год подорожал на 21%. 155 тенге до 190 тенге за литр соответственно. Помните, с чем был связан осенний скачок стоимости дизеля? Там сезонный спрос был высоким, как и акцизы. Министерство энергетики Казахстана обещало, что после того, как акцизы вернутся к нормальным значениям, то дизель подешевеет. Ну и отсутствие сезонного спроса тоже должно было этому способствовать. А сейчас-то нет посевных или уборочных работ. Но нет, цена, как мы уже сказали, упала не на 20%, а на 2 тенге. Также напомним, что в конце прошлого года разгорелся скандал вокруг крупнейших АЗС страны. Мол, они сговорились, чтобы держать высокие цены на дизель. В отношении них обещали провести расследование и бла-бла-бла, но им оказалось похуй. Снижать цены на дизель они не стали. К чему мы все это? Еще раз подчеркнем для господ в погонах, мы никого никуда митинговать не призываем и машины не собираемся поджигать. Мы говорим лишь о разнице в некой ментальности, уровне силы гражданского общества и самосознания. Да-да, все есть яд и все есть лекарства. Из-за этих беспорядков и обещанных Макроном плюшек, Франция уже потеряла или еще предстоит потерять десяток миллиардов евро. У страны может возникнуть серьезный дефицит бюджета и так далее. И да, конечно, можно также поверить в то, что движение желтых жилетов в Франции это не стихийное проявление социального недовольства, а хорошо спланированная политическая провокация против действующих властей и их непопулярных реформ. Но нам кажется, что правда находится, как всегда, где-то посередине. С одной стороны, беспорядки, сгоревшие авто, несколько смертей, куча раненых и задержанных. А с другой стороны, правительство вынуждено идти на уступки и находиться в постоянном напряжении в поиске выхода из ситуации. Компромиссы, что устроят все стороны. А главная разница, которая есть между Францией и Казахстаном, как всегда, на наш дилетантский взгляд, это наличие диалога между властью и активным гражданином. Там люди умеют задавать вопросы и добиваться на них ответов. У нас, как показывает практика, низы не хотят или просто терпят и молчат, а верхам все равно. Что нам остается? Ну, учимся задавать вопросы. Подписывайтесь на канал, за нами уже вы ехали. Всем спасибо, всем пока.